Друг Бэткомедиана, который повторяет все те же мысли про «всё не так однозначно», только по сравнению с Бэткомедианом, который хотя бы против войны, Стас делает супер тупую провоенную пропаганду. Я не знаю, откуда взялся этот мем про неоднозначность Бэткомедиана, потому что у Жени Баженова в выпуске про украинскую и русскую пропаганду «всё очень однозначно». Он приходит к совершенно конкретному выводу. Обе стороны, и российская, и украинская, используют одни и те же методы националистической пропаганды в кино. Всё. Это главный и совершенно конкретный вывод работы Бэткомедиана. Никакой неоднозначности в оценках там нет. Но сегодня мы не будем говорить о Бэткомедиане. Мы будем говорить о работе Антона Пикули. Ответ Стасу «Ай как просто» и база про Донбасс, Евромайдан и Дом профсоюзов. И о либеральной борьбе с кремлевскими фейками в принципе. Только по сравнению с Бэткомедианом, который хотя бы против войны, Стас делает супер тупую провоенную пропаганду, добавляя всё это соловьёвское говно типа «Где вы были 8 лет? Русский язык запрещают, поэтому мы пришли там всех убить, чтобы не было кому запрещать русский язык». А давайте не будем кривляться, а поговорим о статусе русского языка на Украине серьёзно. 23 февраля 2014 года, сразу после государственного переворота и прихода к власти оппозиции, Верховная Рада Украины проголосовала за отмену закона об основах государственной языковой политики, который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональный, в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения. Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. Это, кстати, к вопросу о том, что во всём виноват Путин. А те жертвы среди гражданских, которые были, были только из-за Путина. И осуждать Путина, из-за которого всё это говно и началось. Реагируя на протесты, тогдашний исполняющий обязанности президента Турчинов отказался подписывать закон и, по факту, закон с 2016 года находился на рассмотрении Конституционного суда. В 2018 году суд благополучно закон этот отменил и русский язык лишился статуса регионального. За время, что Порошенко находился у власти, обучение в школах и вузах было переведено на украинский язык полностью. В телеэфире было требование сначала о 30% обязательного контента на украинском языке, а затем эти квоты подняли до 75%. В 2019 году президентом стал Владимир Зеленский, который позиционировался как альтернатива националисту Порошенко. И в первый же год его президентства в 2019 году принимается закон, обязующий перейти на украинский язык всю сферу обслуживания, не только образования, но и медицину, общепит и так далее. Теперь работники этих и других сфер должны были не просто знать украинский язык, но и непосредственно использовать его на рабочем месте при выполнении своих должностных обязанностей. Но и это еще не все. В июне 2021 года был принят закон о коренных народах. Документ запретил не только русским, если что второй по численности этнос на Украине, но и молдаванам, полякам, закарпатским венграм и другим нацменьшинствам учиться и обучаться на родном языке, формировать свои культурные центры и национальные СМИ. И это при том, что согласно данным поисковых запросов, 76% пользователей Google и 83% участников опроса «Голоп» в Украине предпочитают русский язык украинскому. Почти 52% жителей Украины используют русский язык в быту и на постоянной основе. То есть, тупо половине страны запретили обслуживаться на родном языке, в больницах, в кафе и так далее. То есть, лишили всех языковых прав. И на минуточку, эта языковая политика нарушает нормы рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года и Европейскую хартию о региональных языках и языках меньшинств 1992 года. Я уже молчу про право наций на самоопределение и другие основополагающие принципы ООН. И это вообще ненормально, особенно для развитых стран, к которым Украина вроде как в последнее десятилетие стремится. Например, в Канаде французский язык является вторым государственным, при том, что на нем говорит всего около 20% населения страны. В Швейцарии и вовсе итальянскому языку наравне с германским и французским присвоен также статус государственного. И это несмотря на то, что эталоговорящих жителей Швейцарии всего лишь 8%. И я напоминаю, в Украине языковых прав лишилось 52% населения. Ой, как неудобно получается, и сказать-то в оправдании что-то как-то и нечего. Вот поэтому и остается нашим либеральным деятелям только кривляться. Где вы были 8 лет? Русский язык запрещают, поэтому мы пришли там всех убить, чтобы не было кому запрещать русский язык. Ну, ладно, а мы идем дальше. Кстати говоря, ты вот на Донбассе был, что как там? Я так понимаю, обстрелов нету, да? Вообще ни одного. Люди просто так замертво падают, и в них осколки находятся. Классный сарказм, ребят. Но вы забыли, что все это на Донбассе тоже произошло из-за Путина? Президентский срок Януковича. Обещая европейскую интеграцию народу, Янукович тайно урегулировал отношения с Россией. Да, так тайно отрегулировали, что аж по России 24 и по Первому каналу показывали это все. Что подписывают, какие договоры и зачем. Президенты говорили за закрытыми дверями более двух с половиной часов. Затем обсуждение вопросов продолжилось с участием делегаций. В Москву Янукович привез большую часть украинского кабинета министров. В результате по итогам встречи подписано 14 договоров в авиастроении, транспортной и космической отраслях. Но сенсацией стало заключение соглашения между Газпромом и украинским нафтогазом, предусматривающее существенное снижение цены на российский газ. Эту новость украинские СМИ передавали с пометкой «Срочно». Ну а тут Пикули, видимо, намекает на то, что все вот эти вот, ой, что-то какие-то плохие условия нам дает Евросоюз. О, смотрите, Россия дает хорошие условия, давайте, может быть, в таможенный союз вступать. Что все вот эти реплики и заявления Януковича, это все заранее спланированный спектакль, согласованный с Путиным еще задолго до официального подписания договора. Но все это теории заговора и вбросы оппозиции. Четких доказательств, что Янукович напрямую зависел от Путина или Путин как-то подкупал Януковича, у нас нет. Зато у нас есть официальное заявление Виктора Януковича о приостановке подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС 21 ноября 2013 года, после которого и случился Майдан. Украина приостановила процесс евроинтеграции, чтобы детально изучить преимущества и недостатки соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил украинский президент Виктор Янукович в интервью ведущим телеканалам страны. Он также рассказал о выгоде для Украины от недавно достигнутых экономических договоренностей с Россией, в частности о снижении цены на российский газ. В этом нет никакого противопоставления курса Украины на какую бы то ни было интеграцию. Здесь вообще речь не идет об интеграции, речь идет об экономических отношениях. Мы сделали эту паузу для того, чтобы найти ответ на вопрос о том, на каких условиях мы подписываем соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. И теперь этот ответ должно дать правительство. То есть, объясняю простыми словами, договор об ассоциации с ЕС для Украины имел под собой целый ряд условий. Это не просто вы отменяете свои пошлины, мы свои и давайте все со всеми торговать. Нет. Для Украины, для всех товарных групп устанавливались определенные квоты, после исчерпания которых, такие начинали снова действовать возные пошлины. Те квоты и те таможенные тарифы, которые предлагал Европейский Союз Украины в 2013 году, кабинет министров при правительстве Януковича посчитал невыгодными и идущими вразрез с национальными интересами Украины. Мы поэтапно поднимали зарплаты, пенсии, реформировали страну, приближая к европейским стандартам, готовились к подписанию соглашения об ассоциации, о зоне свободной торговли с ЕС. Но в октябре обнаружили, что эти соглашения не прошли обязательные парламентские слушания с участием товаропроизводителей. И когда этот вопрос начали форсировать, и информация дошла до отраслевых профсоюзов, отдельных крупных предприятий, объединений товаропроизводителей, то для них это был шок. Ведь ни для кого не было секретом, что наши сельхозтоваропроизводители имели дотацию из бюджета в десятки раз ниже, чем их коллеги из Европы, для которых потребительский рынок Украины открывался на 100%. В результате наш украинский товаропроизводитель становился неконкурентоспособным. Нужно было уходить с собственного потребительского рынка. Зачем нужны были поездки Януковича к Путину в начале ноября? Наверное, для того, чтобы прощупать почву и понять, какой будет ответ России на интеграцию Украины с ЕС. Дело в том, что Украина, как страна-член СНГ, имела низкие таможенные тарифы для ввоза продукции на территорию России. Путин и правительство России совершенно четко и ясно заявляли, что они будут вынуждены повысить таможенные пошлины для Украины. Причем их заявления были официальными, они публиковались в открытых источниках. Для вас я оставлю ссылку на вражеский BBC в описании к этому видео. Эти заявления тут же окрестили в западной прессе давлением России на Украину. Ну, вы знаете, вот заставлять под угрозой санкций выпустить из тюрьмы оппозиционерку Тимошенко – это не давление. А вот сказать о том, что мы будем пересматривать таможенные тарифы – это давление. Причем для пересмотра тарифов были объективные экономические причины. Дело в том, что пошлины на товары, возимые с Украины в Россию, были низкие, в отличие от пошлин для товаров из ЕС или США. И если Украина открывает свой рынок для товаров из Европейского Союза, это автоматически ломает всю протекционистскую политику России. Так как европейские товары беспошлино будут поступать в Украину, а оттуда в Россию. И чтобы поддержать отечественного производителя, Россия будет вынуждена выстроить новый таможенный барьер, теперь уже на границе с Украиной. Соответственно, это ударит по украинским экспортерам угля, металла, машин и оборудования, для которых экспорт в Россию – это основное направление. Собственно, поэтому Янукович и ездил в Россию. Он хотел воспользоваться всеми плюсами евроинтеграции и, тем не менее, сохранить товарооборот с Россией. В общем, воспользоваться всеми плюсами из этой ситуации и усидеть на двух стульях. Кроме того, ассоциация с ЕС предлагала выделение Украине кредита. Причем кредит выделялся при соблюдении Украины определенных условий, соблюдение которых Янукович посчитал идущими вразрез с национальными интересами страны. И я вынужден был это сделать. Подписать в таком варианте это соглашение я не мог. Оно не соответствовало национальным интересам Украины. Это соглашение несло стране огромное количество непоправимых рисков. Второй вопрос, который поставил Украину в сложнейшую ситуацию накануне Вильнюсского саммита – ответ МВФ на условия выделения кредита, а именно повышение тарифов на газ для населения на 50%, замораживание зарплат, а это в свою очередь означало снижение пенсий и других социальных выплат, что обернулось бы бедой для людей, заявил Янукович. «Я как президент и как патриот своей страны на такие условия пойти не мог», – подчеркнул он. «Поэтому в поисках выхода из сложившейся в экономике Украины ситуации мы договорились с Россией о снижении цены на газ с 430 долларов до 268 с половиной, выделении государственного кредита в 15 миллиардов долларов и до 5 миллиардов долларов кредитов на развитие по приемлемым кредитным ставкам». То есть официальная версия отказа властей от подписания документа об ассоциации с ЕС – это невыгодные условия этой ассоциации. И более выгодные условия как таможенных тарифов, так и кредитования со стороны России. И сейчас, спустя 8 лет, у нас есть объективные доказательства, что так оно и было, и Янукович не обманывал своего избирателя. В частности, экономический комитет Рады в 2021 году, уже при президентстве Зеленского, раскритиковал соглашение об ассоциации Украины с ЕС 2013 года, назвал условия этих соглашений невыгодными и потребовал их пересмотра. «За время действия соглашения об ассоциации мы не компенсировали ущерб от потери российского рынка, а доля ЕС в украинском экспорте возросла в значительной степени из-за того, что уменьшилась доля стран таможенного союза. При этом у нас хронический дефицит торгового баланса с ЕС, даже без учета реверсных поставок газа. И структура экспорта сырьевая, а импорт – преимущественно высокотехнологичные товары», – сказал Киселевский. Предлагается ввести переговоры об увеличении объемов квот на беспошлиный экспорт в ЕС украинских товаров, прежде всего не сырьевых. Кроме того, представляется целесообразным инициировать переговоры с ЕС относительно замены импортных пошлин и тарифных квот со стороны ЕС на аналогичные экспортные пошлины на сырьевую продукцию в Украине. Также правительство должно поднять вопрос о прекращении субсидирования Евросоюзом экспорта своих товаров в Украину или внедрении компенсационных механизмов в интересах украинских производителей. Ведь сейчас европейцы субсидируют свой экспорт через разные инструменты, в том числе финансовые. Поэтому их производители вытесняют украинские товары уже с нашего внутреннего рынка, написал Киселевский. То есть сейчас уже при современном правительстве Зеленского депутаты признали, что ассоциация с Евросоюзом в том виде, в котором она была заключена, принесла больше убытков, чем пользы. Ну а может быть это просто очередные агенты Кремля, агенты Путина пробрались в Раду. И на самом деле подписание ассоциации с ЕС Украиной, ее постмайданной властью в 2013 году принесло Украине экономическое процветание. Давайте посмотрим не заявления политиков, а объективные экономические данные. ВВП Украины по паритету покупательной способности в доковидном 2019 году так и не вышел на показатели предмайданного 2013 года. Медианные доходы домохозяйств также не достигли значений 2013 года. Размер пенсии в реальном выражении после сокрушительной девальвации гривны в 2014-2015 годах так и не смог восстановиться. Он в доковидном 2019 году так и не превысил значение 2013 года. Также можно сказать и об уровне бедности, которое все постмайданное время превышало показатели 2013 года. Но это все общие показатели, а интересно посмотреть на то, как изменилась структура украинской экономики. Особенно отвечая на реплики, что это пандемия помешала или это все оккупация Крыма помешала, а если бы не эти факторы, то украинская экономика бы по-любому взлетела. Госдолг Украины всего за 6 лет удвоился. Причем на его обслуживание приходится тратить до 50% всего бюджета. Это очень много. Так, например, выплаты по внешнему долгу России в 2021 году составляли менее 5% ее государственного бюджета. Значительно перестроилась за 8 лет и сама структура экономики. Вследствие закрытия для Украины рынка России больше всего пострадала промышленность и машиностроение незалежных. Промышленное производство в целом сократилось к 2020 году на 19,5%. Это при том, что уже к 2016 году Украина контролировала 70% территорий Донецкой и Луганской республик и имела доступ к металлургическим заводам, шахтам и месторождениям. Доля машин и оборудования в структуре экспорта упала с 16,3% до 10%, тогда как доля пшеницы и других злаков наоборот выросла с 19,5% до 35%, став крупнейшей статьей экспорта, опередив на 8% металлопрокат. На фоне сокращения промышленного производства сократилась и выработка электроэнергии на 25%. Обещанные европейскими политиками 700 млрд долларов инвестиций в страну так и не вошли, а износ основных фондов побил все рекорды. Даже после смены методологии расчета в 2015 году износ основных фондов превышает к настоящему времени 60%. В 2020 году министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, Украине нужно 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций как минимум, чтобы модернизировать основные фонды до уровня соседних стран Словакии и Белоруссии. До Белоруссии, Карл! Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что Украина попала в зону влияния Европейского Союза на правах банановой республики с сырьевой моноэкономикой и кредитной зависимостью. Собственно, типичная история, характерная для неоколониальной империи Европейского Союза или США, когда стране навязывают кредиты МВФ, предварительно создав условия их невозврата и таким образом закабаляя страну, чтобы она и дальше и дальше была в кредитной кабале и обслуживала интересы центра мировой капиталистической системы. А если руководитель страны не хочет брать кредиты МВФ и закабалять свою страну, то тогда надо устроить оранжевую революцию. Ну а если не получилось провести оранжевую революцию, не получилось красиво, то всегда можно ввести войска, как в Ираке или в Ливии. Хорошая книга на эту тему «Исповедь экономического убийца» Джона Перкинса. Там этот процесс кредитного закабаления стран описан во всех красках. И да, я не хочу сказать, что у России не было никаких экономических интересов на Украине. И я не хочу сказать, что Россия собиралась за так вкладывать деньги, давать кредиты Украине и так далее. И ничего на этом не зарабатывала. Но то, что ее предложение было выгоднее, чем предложение от Европейского союза на тот момент. И то, что руководствуясь выгодой для экономики страны, Янукович подписывал экономические соглашения с Россией, говорят все факты. Но тогда оппозиционные прозападные политики накачали обывателя охренительными историями. Про то, что Янукович лично должен Путину, про то, что Янукович лишил их золотых гор европейской интеграции и так далее. И теперь, спустя 8 лет, этим же говном, извините меня за выражение, кормит свою аудиторию Антон Пикули. Вот это борец с пропагандой, вот это я понимаю. А, хотя нет, лучше вот так. Ну и дальше нас ждут еще более занимательные открытия. В чем разница между сторонниками Майдана и сторонниками ДНР? Только Янукович еще и на Майдан не ответил антитеррористической операции. Разница в том, что сторонники Майдана захватывали администрации, строили баррикады, но не требовали ввода в Украину войск НАТО или, скажем, присоединения к Польше. То есть неконституционный захват власти, захват административных зданий, на западе Украины это норм, а то же самое на востоке это уже не норм. Потому что... Но не требовали ввода в Украину войск НАТО или, скажем, присоединения к Польше. Ну, присоединение к Европейскому Союзу это тоже своего рода некоторая частичная потеря суверенитета. В частности, ограничивается свобода экономической политики. Собственно, поэтому Великобритания та же самая в конечном счете из него вышла. Про НАТО я вообще молчу. Это случаем не войска НАТО маршируют на параде в честь независимости Украины. А это случаем не из стран НАТО поступала военная техника в Украину 8 лет. И, конечно же, натовских инструкторов и цифровых технологий в украинской армии не было. Они сами волшебным образом появились там в 2022 году. Поэтому да, все правильно. Никто не просил НАТО вмешиваться и войска НАТО в Украину никто не вводил. И вот эти вот протестующие в западных областях национальные герои. А вот эти вот донбасские протестующие предатели и москальские агенты. Ну что же, все логично. Прекрасная доказательная база. То есть, понимаете, создание ЛДНР было спровоцировано Россией и делалось в интересах России. Майдан же был спровоцирован украинским народом и делался в интересах украинского народа. А почему, если Майдан делался украинским народом, во главе его стояли чиновники и олигархи из вертикали власти Януковича, буквально его заместители и вчерашние коллеги. Майдан делался руками украинского народа, но не в интересах этого народа. Никакой антиолигархической, антикоррупционной революции, как некоторые нарекали Майдан, не произошло. То, что в Украине происходит, квалифицируется нами как антикриминальная революция. А видно это прежде всего по индексу Джинни. Пропасть между богатыми и бедными снижалась с 2005 по 2014 год и достигала минимума в 2014 году. Однако после антиолигархической революции и приобщения Украины к европейским ценностям снова почему-то начала расти. Доля национального дохода в руках богатейших 10% граждан также увеличилась. Доля национального дохода, которую получала на руки беднейшая половина населения Украины, росла все 2000-е годы, ровно до свержения Януковича. Потом эта доля начала падать. То есть, когда народ выходил на площади и говорил, что мы устали, дескать, жить при коррумпированной власти Януковича, мы устали от олигархов, неравенства и всего вот этого. На самом деле это были золотые годы для украинской экономики в разрезе последних 30 лет. Да, все данные по украинской экономике взяты с зарубежных источников, таких как сайт Всемирного банка или портал ourworldindata.org. Ссылки я оставлю в описании под видео, чтобы вы сами могли пройти и все проверить. И на этом, в принципе, можно было обзор и закончить. Назвать Антона Пикули натовским пропагандоном и разойтись. Но, друзья мои, я просто не могу вам не показать следующие кадры. И этот теракт тут же побежали защищать такие нелюди, как Маргарита Симоньян. Кстати говоря, ты вот на Донбассе был, что как там? Я так понимаю, обстрелов нету, да? Вообще ни одного. Люди просто так замертво падают и в них осколки находятся. Классный сарказм, ребят. Но вы забыли, что все это на Донбассе тоже произошло из-за Путина? То есть, этот человек на вопрос, а как же обстрелы Донецка, Донбасса, отвечает буквально следующее. Ну, это же Путин во всем виноват. Это же он первый начал. Попробую объяснить предельно просто. Даже не так. Давайте я нарисую картинку. Допустим, Путин подкупил Януковича. Ну, чисто гипотетически, допустим, этот шантаж привел к Майдану. А Майдан, собственно, привел к вооруженному противостоянию. Окей, давайте, допустим, чисто гипотетически я поверил, что во всем виноват Путин и его давление на Януковича. Если бы не Путин, ничего бы вот этого не было. Но как это отменяет военные преступления ВСУ? Пытки местного населения, убийства, обстрелы жилых кварталов Донецка и так далее. Которые, кстати, подтверждены наблюдателями ОБСЕ. Ссылки на эти документы я оставлю также в описании к этому видео. Он первый начал. Это работает в детском саду. Но не в политике. Каждая сторона должна отвечать за свои военные преступления, если они имеют место быть. А иначе с такой логикой мы можем оправдать, например, Гитлера. Ну вот смотрите. Гитлер же отдавал приказы сжечь евреев в печах. Но ведь если бы не страны Антанты, если бы не Великобритания, Франция, США, которые в 1918 году заставили Германию подписать унизительный мир с огромными контрибуциями, в Германии же тогда бы не было реваншистских настроений. А если бы не было реваншистских настроений, то Гитлер бы не пришел к власти. Следовательно, следуя дальше логике Антона Пикули, военных преступлений Гитлера виноваты страны Антанты. По сути, Антон Пикули это такой подоляка наоборот, который врет и не краснеет, и надеется на короткую память своих подписчиков. И до СВО нахрен не был никому нужен. И да, если Юрий Подоляка задолго до 24 февраля 22 года ввел свой блог, обозревал новости Донбасса, Украины и так далее, ну просто с гораздо меньшими просмотрами, потому что тогда, в 18-м, в 19-м, в 20-м году, эта тема россиян не особо интересовала. То Антон Пикули это вообще выходец из музыкально-юмористического жанра. Не будь машиной для убийств, дома посиди, подумай и поберегись. До этой войны тебя мало кто знал, хотя ты на Ютубе уже... 50 лет. 50 лет, больше 10. Главная вещь, которой ты занимался до этого, это были музыкальные пародии, и обзоры на кино. Ох, хотелось бы человеку пожелать обратно, к истокам вернуться, к юмору, к песням. Вот именно с этого этот человек и начинал свою карьеру. Но, к сожалению, там тоже все печально. И сделать целый выпуск шуток про него. Чтобы вам окончательно развеселить вас там как следует. Не переживайте, здесь ничего не будет ниже пояса. Прямо как у российских оккупантов из-за Путина. То есть, в данном эпизоде он шутит над тем, что российских военнопленных кастрировали в плену. Ну, то есть, если это русские оккупанты, то их можно кастрировать и всячески пытать. То есть, по Пикуле это оказывается смешно. Такие шутки это за гранью добра и зла. Да, только вот о том, что Антон Пикуле это зашквар даже для либеральных кругов, Дудю, видимо, никто не сказал. Поэтому он пригласил его в один из своих роликов как ведущего исследователя и разоблачителя кремлевской пропаганды. В этом выпуске мы встретились с теми, кто давно исследует пропаганду и разоблачает ее в фейки. Это Маша Борзунова, автор и ведущая программы Fake News. Это Илья Шипелин, который работал в Fake News, а сейчас у него своя программа «Зомбоящик». Это Антон Пикуле, который вообще-то киноблогер и человек из юмора, но сейчас обозревает российский телевизор. Что же хочется сказать в завершении, друзья? Хочется сказать, что все, что происходит сейчас, это ужасно. Каждый день люди погибают по обе стороны фронта. Пропаганда уничтожает последние остатки гуманизма в головах по обе стороны фронта. Антинародные режимы властвуют по обе стороны фронта и в Москве, и в Киеве. И пока народ не возьмет власть в свои руки о настоящем, о долгосрочном мире, нам можно будет только мечтать. Показывая же, как все есть на самом деле, а не пропагандистские нарративы Соловьева или Пикуле, мы тем самым пробуждаем народ, мы тем самым понемножку, потихоньку приближаем мир. А с вами был Василий Садонин и канал «Выход есть». Пиши в комментариях, нужны ли еще обзоры на каких-либо пропагандистов и если нужны, то на каких. Если остались вопросы по графикам и экономической статистике, пиши об этом в комментариях. Постараюсь на все вопросы ответить. И да, меня не финансирует ни Кремль, ни Киев. Все ролики выходят исключительно благодаря финансовой помощи зрителей канала. Помочь каналу вы можете по реквизитам, которые также есть в описании к этому видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!